Я хотел бы представить небольшой поэтический блок по стихам великого русского поэта Иосифа Бронского По таким условным названиям конец прекрасной эпохи, хотя прекрасную нашу эпоху вряд ли кто осмелится назвать, да и конца этой эпохи на мой скорбный взгляд, конечно, не видно. И я хотел бы прочитать еще одно стихотворение замечательного молодого современного поэта, я не знаю, можно ли назвать этого поэта современным, но, наверное, можно. Дело в том, что это очень талантливый поэт, к сожалению, покончивший с собой в возрасте 26 лет, поэт Борис Рыжий. Ну, начнем мы с Бродского. Да, я попрошу прощения за то, что буду пользоваться шпаргалкой, когда буду читать Рыжего, поскольку я только-только начал им всерьез пытаться заниматься. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты будешь шипу? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, милка, пасть разевая, выгони. Не разевая, не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, пальмав басанову, в пальто нагло от тела, в штуфлях на носу ногу. Прихожий пахнут капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната, догадывается, как ты выглядишь. И вообще, инкогнито, эрго, сумма, как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай, не Франция, не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть, дай волю мебели, слейся лицом с собой, запрись и запарикадируйся шкафом. От фронта, космоса, эрса, разума, вируса. Потому что искусство Боэзии... То есть, слов, я один из глухих, облысевших, угрюмых послов, Второсортный держава, связавшийся с этим, Неживая носилом, собственный мозг, Сам себе подавая одежду, Спускаюсь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву, Старых лампочек тусклых накал, В эти брусных краях чейпигров, Победа зеркал, При задействии луж, Порождает эффект изобилия, Даже ворог крадут апельсин, К вальдаму скребят. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, Это чувство забыл я. В этих брусных краях Финостроен разум, Сны, стены тюрьмы, пальто, Туалеты невесты, Березны новогодние, Напитки, секундные стрелки, Воробьиные кофты и грязь, Почеснущий лачей, Буританский нрав, белье, И в руках скребачей деревянные грелки. Этот край недвижим. Представляя объем воловой Чугуна и свинца, Обалделый тряхнешь головой, Вспомнишь прежнюю власть На штыках и казачьих нагайках, Но садятся орлы, как магнит, На железную смесь. Даже стулья плетеные Держатся здесь на болтах И на гайках. Только рыбы в морях Знают цену свободы, Но их немота Вынуждает нас так бы К созданию своих Этикеток и каз. И пространство торчит Преискурантам. Время Создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, Свойства тех и других Оно ищет в сырых овощах, Кочет в нем лет Курантам. Жить в эпоху свершений, Имея возвышенный нрав, К сожалению, трудно. Красавицы платье задрав, Видишь то, что искал, А не новые, дивные, дивные. И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, Но раздвинутый мир Должен где-то сужаться, И тут, Тут конец перспективы. То ли карту Европы украли Агенты властей, То ли пятерка шестых Остающихся в мире частей Чересчур велика, То ли некая добрая фея Надо мной ворожит, Но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю кагор, Не кричащи слугу, До чешу катафея, То ли пурит в висок, Словно вместо ошибки перстон, То ли дернуть отсюда По морю новым Христом, Да и как не смешать Пьяный глаз, Обалдепут мороза, Паровоз с кораблем, Все равно не сгоришь от стыда. Как чел на воде Не оставит на рельсах следа Колесо паровоза. Что же пишет в газетах В разделе из зала суда? Приговор привьем в исполнение. Взглянувши сюда, Обыватель узрит сквозь очки Воловянное праве, Как лежит человек мишлицом У кирпичной стены, Но не спит, Ибо пресговать кумполом Сны продырявлены в праве. Зоркость этой эпохи Корнями влетается в те времена, Неспособные в общей своей слепоте Отвечать выпадавших из люлик От выпавших люлик. Белоглазая чуть Дальше смерти Не хочет взглянуть. Жалко. Блюдец полно, Только не с кем в стола вертануть, Чтоб спросить тебя, Рюрик, Зоркость этих времен Это зоркость к вещам, Тупика. Не по древу умом Растекаться пристало пока, Но плевком по стене. И не князя бдить, Динозавра, Для последней строки Эх, не вырвать у птиц опера, Неповинный в голове. Все хотел-то, Чтоб ждать топора До зеленого Лавра. Только Пепел знает, Что значит Сгореть оттла. Но я тоже скажу, Близородко взглянув вперед, Не все Уносимо ветром, Не все Метла Широко Забирая по двору Подберет. Мы останемся С мятым Окурком, Левком, В тени, Под скамьей, Куда угол Проникнуть лучу не даст, И слежимся В огненку с грязью, Считая дни, В перегной, В осадок, В культурный Пласт. Замаравший совок, Археолог Разенит пасть Отрыгнуть, Но его открытие Прогремит На весь мир, Как зарытая В землю Страсть, Как обратная Версия Пирамид. Падаль Выдохнет он, Обхватив живот, Но окажется Дальше от нас, Чем земля От птиц, Потому что падал Свобода от клеток, Свобода от Целого Амфириоза Частицы. Амфириоза Как много в мире тюрем и больниц В тюрьме Херова стражники, воры В больницах хорошо врач, медсестра Окраины слушали дворы такого рода песни до утра Потом настал мучительный рассвет Был голубой доборе небосвод И понял я, свободы в мире нет и не было Есть пара несвобод Одна стремится вопреки убить Другая воскрешает вопреки Мешает свет уснуть И может быть во сне узнать Как звезды к нам близки Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей, они сначала его убили А теперь судят Это как? Саша, это вообще за гранью чего бы то ни было Это какая-то страшная, просто страшная сказка То, что сейчас происходит И те, кто его судят Убив предварительно Это монстры, это исчезе ада Это, выражаясь вторым любимым языком Путина Альп-траумы Кошмарные какие-то фантазии Такого не может быть даже в страшном сне Оказывается, может Оказывается, может Каждый может оказаться в такой ситуации Как думаешь? Думаю, что пока этот режим, так сказать, процветает и живет, да Да Что нужно сделать, чтобы закончить с ним? Саша, я не знаю Если б я знал Если б я знал, как говорят, да, в трех сестрах Если бы знать, если бы знать Так я не знаю Я вот, так сказать, уже думаю Я просто не вижу выхода Я реально не вижу выхода Можно ходить, как-то, так сказать, гулять Устраивать прогулки шариками Можно выходить на митинги Можно, так сказать, писать в Фейсбуке гневные посты Можно писать в живом журнале Выступать на эхе Москвы На канале Дождь Но ничего не меняется, понимаешь? Ничего не происходит Ну что, уезжать? А? Уезжать? Я не знаю Я не знаю, но у меня сейчас на этот счет Самые такие, так сказать, предчувствия Очень нехорошие и тревожные Очень Какие? Что? Что? Что именно? Ну, то, о чем ты говоришь Уезжать Уезжать или хотя бы вывозить свою семью Пока тут не началось кровавое месиво Оно начнется, конечно, рано или поздно Может, через год Может, через 10 лет Может, через 20 лет Но начнется Потому что все равно терпение Рано или поздно лопнет У людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok